Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусную капусту. У меня половина вилка капусты, свежей, прошлогодней. Один килограмм нужно будет мелко-мелко ее измельчить. Лично мне из молодой капусты это блюдо не нравится. Вот прошлогодняя капусточка самое то. Капусту шинкую мелко и удобным для вас способом. Капусту подготовила и далее я беру емкость, в которой мне все это будет удобно перемешивать и далее мариновать капусту. Высыпала капусту, теперь добавляю сахар, 50 грамм сахара, 20 грамм крупной соли. А теперь чистой рукой нужно слегка перемешать, немножко перетереть. Капусту, но не переусердствуйте, потому что капуста при мариновании и так даст свой сок. Ну и чтобы внешний вид капуста свой не потеряла после такого перемешивания. Слегка ее так мну, взяла, надавила, отпустила. Кто надевает перчатки, надевайте, работайте в перчатках. В металлической и в пластиковой кастрюле я не делаю заготовку такой капусты. У меня посуда всегда эмалированная. Очистила две моркови, они весом на 240 грамм. Морковь можно натереть на крупной терке, либо на терке для моркови по-корейски. У меня самая обычная овощечистка. В ней есть такая сторона, зубчатая насадка. При помощи ее я и сделаю из моркови такие длинные полосочки. Кто не знал о таком способе, берите на заметку. Это самая обычная овощечистка, самая дешевая. Получается вот такая длинная тонкая паутинка-стружка. Морковь добавляю к капусте, беру уксус столовый 9% и его мне понадобится 20 мл. Растительное масло без запаха, у меня подсолнечное, беру его 100 мл. Очистил 3 зубчика чеснока. Лучше всего брать чеснок молодой этого года, он такой ядреный, очень ароматный. Чеснок можно натереть на мелкой терке, а я выдавлю через чеснокодавилку. Как удобно, так и делайте. И добавляю 100 мл холодной воды. Больше не добавляйте, капуста еще очень хорошо пустит сок, а вот 100 мл достаточно. По желанию сюда добавляем сладкий перец. На 1 кг капусты можно брать до 300 г сладкого перца. У меня одна штука сладкого перца весом на 160 г. Перец защищаем от плодоножки, убираем все семечки и мелко его нарезаем. Перец берите по вкусу, по желанию. Любите перец сладкий, добавляйте, не любите, не добавляйте. Перец нарезаем тонко и отправляю его к капусте. А теперь нужно все хорошенечко перемешать. Вот и все, все подготовительные работы закончены. Сверху обязательно накрываем гнетом. У меня вот такое блюдо, можно брать какую-то крышку меньшего диаметра, чем кастрюля. А в виде груза у меня трехлитровая банка с водой, этого достаточно. Эта капуста очень быстро готовится. При комнатной температуре можно ее оставить постоять на 3 часа. И можно уже приступать пробовать капусту. Я сразу же ее вынесу на балкон. На балконе прохладно, балкон застеклен. Там она у меня простоит до утра, а утром будем ее уже есть. Такую готовую капусту можно достаточно долго хранить в холодильнике. Я всегда готовлю капусту так, что она у меня съедается всегда до 5 дней. А теперь на утро пробуем. Капуста очень хрустящая, сладенькая, вкусная. Всего здесь в меру и уксуса, и соли, и чеснока, и сахара. Обязательно приготовьте, пока еще старая капуста есть в продаже. Блюдо недорогое, вкусное. Хотите, называйте салатом, хотите закуской. Отлично подойдет к шашлыкам, к любому мясу. Я надеюсь, что я вас смотивировала на готовку. Спасибо за то, что вы меня смотрите, комментируете, ставите лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь также на наши странички в соцсетях. Все ссылки будут под видео. Нажимайте кнопку еще, там вся информация. Не забудьте нажать на колокольчик, так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи, пока-пока!